всем привет друзья хочу показать интересный реплей 2 на 2 3 в жадела против дарксайда и вент лиха карта новая и так суть в том что база наша располагается по краям карты у наших оппонентов она находится посередине и она совмещенная то есть они могут дотянуться одним строй двором друг до друга что очень удобно относительно удобно но вы увидите в конце видео один минус почему это не очень выгодно и так я выхожу в море я желтый цвет мой напарник красного мы оба выходим в море я-то думал что аллигатор здесь могут достать до базы противника но нет конечно мой напарник получше смог поработать здесь уничтожает противнику строй двор я тоже пытаюсь достать до штаба но не хватает морской удар золотой не помогает вам то есть ну чуть-чуть 1 клетки не хватает минус штаб ну и все попроще было бы жить нам вы напарник тоже огромное количество кайманов дико вещь так мой напарник выходит в кречет я выхожу в четвертый уровень штаба я уже в четвертом уровне штабом и мы собираемся играть дальше здесь на разведка и смотрите я решил сделать барракуду делаю значит барракуду ну ладно сейчас барракудами мы их убьем почему я решил выйти барракуду потому что тут им деваться некуда если сделать мощное прикрытие аллигаторов барракуд можно уничтожить огромную часть базы противника им просто бежать некуда с этой стороны поэтому начинает у меня сейчас барракуда вторую подожду вторая когда едет с ней начинаем атаку чтобы она была максимально неожиданной и эффективной для нас мы противники уже разведали базу вертексами принципе знает чем будем играть мой напарник на родрома достает спокойно и вот смотрите начинается атака барракудам начинает атаковать штаб наносит какой-то урон за надо было на 4 барракуда накопить но сейчас в итоге вертексы поснимают мои барракуды и холм я стрекозу сделал чтобы разведывать зевс который пойдет в атаку уничтожать барракуды но смотрите с ваншот или барракудам там 4 вертекса было барракуда фулового двадцать шестого ранга поднимая вторую барракуду опять буду ломать противнику штаб но не хватает прикрытия по его здесь не поставишь морских установок тоже а то даже больше чем 4 6 вертексов мой напарник пытается поймать вертексы противника жалко что реально нечем прикрыть делать огромное количество аллигаторов здесь невыгодно так как они ничего не достают здесь с этой стороны то есть получается что барракуда прикрыть можно только кречит но я вы вышел в кречит в этим яга хам я просто пытался барракуды отличие противника попробовать ему хотя бы штаб уничтожить после каждого залпа я отдаю приказ своей барракуде идти на дно ну на дно короче чтобы она чтобы она короче пряталась под воду сейчас сказать видели аэродром уничтожился противник его сам похоже уничтожил потому что там было много жизни тут бац он исчез противник не выдержал решил сам себе аэродром уничтожить вот опять же пытаюсь барракуды нанести урон по штабу но он такой мизерный реально надо 4 барракуды их огромное прикрытие но и на самом деле достану я тут не очень много зданий много зданий центр снабжения штуки 3 достану 4 даже хотя нет даже 5 5 это снабжение достану но блин не прикрыть от вертексов барракуды к сожалению хочется сыграть морем ночью поделать над большое количество аллигаторов но они тут неэффективны и вот смотрите идет разведка еще не идет стоит разведка мой напарник стоит даже до центра снабжения противника раз два три четыре штуки остается тогда у него с этой стороны еще завод может попробовать достать но вряд ли достанет вот опять две барракуды есть и я произвожу дальше гхм где он у меня у меня вот здесь находится я сейчас думал с этой стороны вообще база не прикрыта два штаба еще стоит то есть ну изумительная позиция чтобы ударить по ним человек хочу сделать кстати не интересно на такой вот момент достанет ли противник до моря если он поставит строй двор просто такая ситуация если я не могу достать аллигатором до штаба за обычно на морских картах достать до штаба можно аллигатором и в море выйти нетрудно а тут такая ситуация интересная если он строй двор поставит дом не поставит ну да ему хватит места чтобы выйти в море как-то найти так со строй двор не прокачен ты можешь не достать а море тут хоть и ресурсы были итак я отправляю свой гхм атаку потом заметил что вот здесь вот мой разведчик увидел передвижение вот тайфуны щиты зевсов то есть огромная куча техники и разведка стоит думает что я об этом не знаю но я естественно об этом знаю меня уже производится броненосец где-то здесь или не производится еще хотел заминировать мост это то что ну идеальная позиция вот на этой карте уже начинает раскрываться аллигаторы то есть где бы противник не захотел пройти к моей базе если буду выставлю заранее разведку то я смогу управлять группу аллигаторов на уничтожение наземной техники в дальнейшем вы увидите сколько от этого было пользу вот опять города идут зеленый игрок грамотно играет сначала отправляет тайфуна вперед чтобы прикрыть если там мало ли крещет полетит а потом только уже все остальные юниты ну мамонты и гхм все это дело в три завода кают на разведку тоже отправляется смотрит что там да как баракуда будут помогать в этом не сражение уничтожение техники противника вот смотрите идет зевсоград вот так уже я произвожу аллигаторов то что они очень эффективны против наземной техники конфедерации на них вообще в принципе любой техники на морском ударе эффективно то что до них не достать его зевсоград идет через узкий мост вот как раз тот момент когда должен быстренько налететь на него и выбить ему всю армию но он успевает его пересечь начинает отступать кстати это глупое решение было града не понимает ничего здесь а они спрятались за градом вот и бракуда маркуда начинает обстрел стреляют они по граду урон наносится неплохой половина града за один залп отторов я увернулся не знаю зачем я просто хотел на самом деле перегруппироваться чтобы грады по мне не попали в итоге еще и не попали по мне торы то есть повезло реально повезло вот противник отступает ну и мост этот пересекать и конечно же не буду потому что меня примут торы кто увидит то что тут четыре тора полностью уничтожает весь мост с техникой такие вот мосты прикольно конечно но они очень сильно затягивают бои так как я вот сейчас не могу пойти и попробовать перебраться через этот мост не надо что-то делать здесь делать надо было аллигатор чтобы уничтожить технику наземную но там 8 вертекса было противника скорее всего мои аллигаторы бы умерли вот опять же торы летают один хамелеон уничтожили так и золотая еще вертекса летают в общем надо пво оставить слишком уж он так наседает на меня своими самолетами мой напарник готовит атаку аллигатор его прикрывать напарник очень грамотно играет он по опыте меня уже будет считаете три месяца не играл в топе они уже лучше знает что да как масс стенки попытка уничтожить то что база здесь ничем не прикрыта единство что их может спасти то торы и стенки натыкал конечно большое количество напарник нам не может продвинуться смотрите меня здесь марокуда начинает атаковать наземную технику противника такие два интересных момента атака базы и как баракуда стреляют что-то редкость ну вроде как пробивает уничтожает по вам надо заказа не хватает за этого тут уже грады подоспели торы в общем все это дело расстреливается алигатор работа неплохой полу санкционарные они урон большого носит вот здесь я решил попробовать пересечь мост увидел что напарник очень сильно отвлекся точнее оппонент отвлекся на моего напарника сейчас хорошая возможность пересечь мост буст общего восстановления надо отремонтировать ягуара пошли не были поломаны немного произвожу аллигаторы и нам еще дальнейшем помогут и начинаю пересекать мост делаю это очень быстро что противник не заметил не попал тритора дали мимо залп в итоге здесь аллигаторы подоспевают на помощь и начинается массовое уничтожение техники противника его оплот был уничтожен на еду естественно в контратаку аллигаторы уничтожают щиты пытаются догнать на морском ударе опять выворачиваясь от торов по опять повезло ну или прочувствовал момент как тора летает я помню вот остальные моменты еще не до конца понимаю тем более карта новая играла не первый раз в топе вот и у меня уже имеется а чем я месяц меня принципе ничего я делаю дашь и гахам моя задача была прорваться через мост чтобы вместе с напарником давить с двух сторон противника еще можно с отцены стоять и подключить они тогда точно разорвутся не будут знать чем делать баркуда все же мне пригодилась правда одну уже где-то потерял построил дополнительные повоз с этой стороны защищаться и дальше пытаемся пробить базу противника тут огромный зерсоград пробить его будет невозможно я подумал что ты попробуй проскочить вглубь базы он-то думал сейчас в атаку пойду а я на самом деле просто иду в базу но и варка говорится были еле живые поэтому то что у меня доехал до тыла так сказать она уже не боеспособна в принципе если меня тут прорвалось бы 89 ягуар я бы мог уничтожить 2-3 зевсом противнику и попробовать уничтожить штаб но смотрите здесь зато имеется аллигаторы то есть противник отвлекся на ягахам хотя там два ягуара всего еле живых аллигаторы просто начинает наказывать зевса смотрите сколько здесь зевсов барракуда еще помогает тоже урон нормально вносит хоть и юниты под щитом он барракуда она по урону конечно мощная вот на этих новых картах она играется неплохо как юнит поддержки но неплохо видели сколько было зевсов и сколько осталось в принципе урона мы нанесли много противнику то есть мы у него армия потерпела небольшое поражение и мой напарник делал то же самое он прорывается в тыл базы моего оппонента правда он попадает под торы очень больно это было прям четко попадание синий игрок сыграл хорошо попал в итоге почти полностью уничтожил армию моего напарника ну и сейчас девсоград зеленого игрока пойдет спасать штаб своего напарника я дальше произвожу армию делал эгаха мамонты но если надо что-то менять я это понимаю выхожу в пятый уровень штаба буду готовить ядерную ракету понимая что противники окапываются все сильнее и сильнее пробить их становится все намного сложнее надо что-то срочно менять то что обычному игрокам а можно конечно затащить но есть такой шанс что тор и грады разнесут все в какой-то момент и зевсы пойдут уже на твою базу представьте если эти два игрока пойдут на нашу базу по этому проходу кстати было бы наверное логичнее идти противнику потому что там моста хотя бы нет ну здесь конечно тоже аллигаторы примут хотя тут даже 5-6 аллигаторов будет они просто изничтожит армию противника вот здесь увидел что зеленый отлегся на моего напарника пока тот штаб пытался уничтожить и я в этот момент начинаю отхватил базу со стороны уничтожая аэродром электростанцию в общем мы просто берем на избор наших противников они постоянно катаются туда-обратно пытается защитить базу то с одной стороны то с другой и теряются за этого здания юнита не особо теряют хотя вот здесь маракуда аллигатор отстреливают какие-то мишени сейчас конечно не достает от барракуда она урон наносит точность ракету нехороший то есть она ну 1 1 ракета с другой попадает по зевсу это очень удобно видите ну как стабильный урон если 2 пара куда взять это если учесть то что противника на нее вообще внимания не обращает она уже давно себя купила вот она стреляет по граду конечно чем дальше стреляешь у него похода кучность увеличивается стрельбы не кучность разброс но в принципе мы давим противника опять же тор летают ну тут аллигаторы как пво работает прямо у базы плюс если зевс и грады подъедут слишком близко к морю к береговой линии их расстреляют аллигаторы сделать ни с этим ничего не смогут и вот общее производство я готовлю сюрприз делом нету сюрприза морской удары включил я уже ракету делал вот смотрите щит поехал куда-то хороший попробовать возможность его разрядить по жизням трасс залп 2 залп еще браку да вдогонку кидает мы еще принципе блин тут бы на самом деле 5 6 баракут и то же самое было бы с наземной техникой противника она была бы очень сильно повреждена так дальше произвожу аллигаторы то что они реально помогают противник просто теряется в контроле пока он кататься туда-обратно у нее и юниты перепроезжают через вот этот узкий проход и аллигаторы их расстреливают постоянно они этот момент игнорируют успел баракойду спрятать пока тут вертых слетали и понимаю что сейчас похоже на меня идет взяв сыграть зеленого игрока решил пойти в атаку что у меня кстати на самом деле удивило такая цель у него есть заражить мою базу там его х мамонта кричит ему ничего угодно ему пофиг он поехал мою базу ломать смотрите с разведка была синий игрок еще а торы пытались попасть по моему эгохаму но не успешно такая вот небольшая армия начинаю уничтожать уничтожили меня конечно баракуду но ничего страшного начинаю аллигатором как-то пытаться вывечить противник но не получается его расстреливают и я просто решил да я попробую включить всех хамелеона которые у меня есть расположу ягуара максимально далеко друг от друга ну и пусть он попробует попасть в сторону по этой армии мой напарник едет опять эгохамом атаковать с этой стороны эти можно было даже стеночки поломать аллигатор но я думаете мой напарник занимался просто мы на это не обратили внимание сразу и вот включается еще один хамелеон противник идет в атаку понимает что здесь засада небольшая отступает обычно после этого идет атака торов что сейчас и будет смотрите он попадает уничтожает один ягуар один хамелеон вроде казалось бы 45 торов урона нанесли очень мало ну не так как должно было быть попытка контр-атаки но противника ждет нас поэтому надо отступить немного назад потому что моя база не прикрыта и пока я тут катаюсь катаюсь продолжу игр хам пока что я думаю что противники офигели как так они атакуют нас уже все они подбираются все ближе ближе к моей базе за мост переходить это не хочется потом будет очень трудно пересечь особенность карты вот мой напарник опять атакует тут уже пятый уровень штаба улучшается зевсы грады торы отбивают похоже атаку моего напарника торов много и зевсы принимают ну я решил все же отступить через мост чую что если бы я остался на этом пятачке имя или зевсоград был убил или все же когда пришлось бы отступать меня торы накрыли на мастер на мостике вот я продолжаем защищаться чё я вообще говорю совсем завис мой напарник продолжает атаку но вот опять залп торов сиди игрок очень меткий и опять же не удалось но я уже делал ядерную ракету чувствуется момент что они начали отбиваться моих ударов то есть наша таки для них уже становится все не опасней каждым разом они отбиваются от них все проще и прочим нужно начинает подвигаться к моей базе и здесь такая уже немного паника что делать ну поешь надо делать ядерную ракету нам делать чё еще делать пытаемся отыграться напарник атакует кречитами по во многом прикрывает аэродром и торы спасают и конечно сильным жаль не достать регулятором до штаба это очень безумительным было вот карта такая не получается смотрите здесь разведчик хамелеон вижу что идет на меня девсоград просто иду навстречу в лобовую атаку вижу что опять отступает зеленый игрок где сейчас надо было переразложиться но я решил отступить да все правильно сделал ушел от удара градов и просто тяну время тут хамелеон катается противник не знает есть там очень или нету вот появились юниты начинается атака мой напарник пытается помочь мне отбиться от этой атаки тайфунов нету к счастью да нету тайфуна у меня и гхм отбивается сейчас уже дары должны лететь но поздновато да и не попали на самом деле игуары остались хамелеон остались он еще жил кречитыми потором побить но вертекс начинает догонять его истребители но все же с его помощью мы отбили с атаки еле-еле на самом деле если бы он не уничтожил хотя бы пару девсов стой кучи юнитов то все было бы очень плохо но как плохо у меня уже ядерная ракета вылетела как видите да и летит она вот сюда блин пропустили хотя вроде только что секунд назад смотрел как налетит вверх в общем уничтожили мы противнику авиацию уничтожили пво в общем вот этот удар он полностью решил исход всего боя то есть они тащили за счет авиация сейчас у них авиации нету я накрыл их ядерной ракеты и он начинает выдвигаться в атаку и я начинаю выдвигаться вот так у меня ягуары остались конечно еле живы но тоже надо поддержать добить попробовать игроков но в принципе у них уже обоих 5 уровень штаба если бы я не запустил эту ядерную ракету они бы нас запустили сами лучше им защищаться здесь вообще они еще пытались нас атаковать то есть вот этот момент они решили атаковать и из-за этого наверно проиграли если бы они защищались у себя на базе один отвечает за барону у одного сектора другой за другую и просто выходит в лучше все было бы намного сложнее для нас а тут они попытались сыграть от атаки вот зеленый игрок меня пытался уничтожить зевсоградом но не получилось в итоге все аэродромов нету у них остается только зевсоград и экономика которая сейчас будет опять же уничтожено почему я выбрал цель у нас не было две цели уничтожить экономику или уничтожить аэродромы стороны я выбрал аэродромы потому что противники могли бы сейчас торами этими продавить наши войска надземные отбиться от атаки сделать кучу кречетов точнее вертексов и снести мне ядерную ракету это сделать было бы не трудно поэтому выбрал аэродромы по экономике тоже было полезно ударить но все же оптимальная цель была вот это я долго думал куда бомбить сюда туда туда сюда решил что парадромом будет эффективней и все здесь вроде бы противники сдались у нас идет атака с двух сторон сейчас смотрите еще ядерная ракета залетит через 10 секунд вот посмотрим урон хоть не будет там щиты есть ну щиты они не включены общая оборона и минус щиты понятно в общем сразу же облегчаем добивание базы противника уничтожает с залпом огромное количество зданий ну и противники на этом моменте вышли но мы были в такой эйфории что решили добиться все здания на базе вручную прям такой эпичный хороший бой был ладно благодарю за просмотр ссылочка на игру есть в описании и всем удачи